Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Номер 101. Вопросы и события дня. Задавайте вопросы. 21 марта 2016 года. Сегодня 22. Сегодня 40 святых мучеников в день. Ну и вот, как эпиграф, к тому, что здесь эта тема, 101 уже идет. Говорят, ее недруги подкинули нам. Ну, изничтожного, полезного, извлечешь, сделаю, как мои уста, Господь говорит. Вот прочитайте об отречении, об измене. Были друзья, вдруг делают со врагами. Почему? Все здесь заключено в себе. Заглядывает вышестоящим. Что президент скажет, что патриарх скажет. А что говорит Бог, понятия не имеют. Ну и лютуют. Ну, прожил, хлопнулся в могилу, дальше-то ничего и нету. На той-то стороне-то там ни президента, ни патриарха не будет. Написано, каждый за себя даст отчет. Чего вы умираете-то? Презренные трусы. Трусость и корысть. Это общая зараза. Трусость. Из-за чего? Поэтому изменился, что струсил. Трусость и корысть. Выгода. Хоть маленькую. Не трожьте меня. Вот я около жены буду там где-то. Вот оно, о чем речь идет. Великий пост. Хотя здесь-то о жизни задуматься надо. Ну и на меня выходят все еще ВКонтакты. Я ВКонтактах не бываю. Считайте, что здесь написано. Я не бываю ни в Твиттере, ни там везде у меня странички есть. Открытый Фейсбук. Я его даже смотреть не могу. До того он мне не нравится, Фейсбук. А говорят, хороший. И все перекидывает меня на наш форум. На наш форум приходите. И ставьте тут вопросы. Ну и объявления, чтобы помогли краткое содержание составить. Наших роликов. И мне скиньте. Уже некоторые делают. Уже есть работа. Просчитайте. Посмотрите. Считать не будем. И вот на нашем сайте. Вот здесь вот. Это объявление. Тут много аудио, видео. Их нужно перевести вот в эти позиции. Девять. И на меня скиньте. И вот идут занятия. У нас. Вот только что сейчас поступил вопрос. Из Греции. Считай. Марина Куимчиди. Батюшка назвал. Кое чудо, говорит. Да, вопрос. Вопрос такой возник. Бытие, 6 глава. Сыны Божьи женились на дочерях человеческих. Так кажется. А откуда не взялись дочери-то эти? Ну вот откуда взялись-то? Сыны Божьи, значит, те, которые в ковчег войдут. А дочери не войдут они. А там дается родословное. Каиновы дочери. Комсомолки. Ну и другие там. Там дочери олигархов. Каинова. Каинова племя. Которую убил Авеля. От Авеля никого нет. Его убили. Остался кто? Дальше известно кто. Вот они на них и женились. На этих дочерях. Ответ. Дочери Каина. Дочери Каина. Я ответил сейчас. Только вот сейчас. До молитвы еще. И далее. Вот сегодня как-то все так подвернулось. И пришлось, пока тема эта не была образована, даже взять, что Юрий говорил. С кем-то разговаривал там это. И об одном и том же. Те, которые судят меня, они не меня не вмещают просто. Мы совершенно другие. И вот я теперь сегодня покажу, что говорит. Я что говорил все время? Подтверждение. Что Андрей Кураев говорит. Там профессор такой-то перечисляет. Ну и увидите, какие люди-то. Александр Шмеман. Вот начинает где-то говорит. Так Игнатий это говорил. Я постоянно об этом говорю. До вас не доходит. Вы смотрите кто. А я смотрю, что в Слове Божьем написано. И вот сейчас как раз это увидите. Патриарх говорит о чем. А я все время об этом говорил. Умирали, горбатились. Распрямитесь. Взгляните прямо, что вам Бог говорит. Из-за патриарха молитесь крепше. Юрий Соболев. Дорогой брат Сергей, мир тебе. Прежде всего, хочу поблагодарить вас с братом Александром за реализацию замысла беседы облегчения Игнатия Тихоновича. На мой ни к чему не обязывающий взгляд, этот ролик расставил многие точки над «и». Причем сделано это не заочно-кулуарно, а по-христиански скрыто, открыто и без обиняков. Ролик хороший, честный, а сама беседа душеполезная. Ну, Сергей это Козлов парализованный, он ему говорит, и Александр Андрусенко. «Однако я увидел то, в чем был уверен с самого начала. Ваша идея этого замысла, подтверждение правоты Игнатия Тихоновича. Согласен я с этим или нет, нравится мне это или нет, но я вижу, что правы Игнатий Тихонович. Он правильно и точно сказал, вы не вмещайте меня. Это мне видится ключевым в самом подходе к личности, духовному пути и методу Лапкина». Ну, почему интересует моя личность? В день иногда до 30 роликов мне присылают, каждый день. Ну, дайте хоть какой-то отзыв. Вот куда нам склониться-то? Я отправляю к Библии, смотрите. Ну, если надо, я скажу мое мнение. Вот «Страсти Христовы», как этот фильм, совершенно не понравился. Ну, папа сказал, все как было. Откуда папа видел-то там, был? Это просто кровавое месть тебе показали. Он умер бы еще до этого, до креста. Ну, люди видят, кровь течет, бьет непрерывно, там падает. Крест на него, он все кости бы переломал, этот крест-то. Не понравился. Скорцезе там этот вот просто. И вот здесь точно о чем они говорят, люди эти. Рассуждают о моей. Что обо мне рассуждать, во-первых? Что так интересует? Вот с кем-то я судился. Проходит время, этих людей встречают. Судились за оскорбление, там вот. Ну, необходимо было показать им, на место поставить. Мы что попало, говорили. Вот в глазах после этого как открываются. И вот пишет председатель, не как назвать, первый секретарь, журналиста Полтавецкого края, Сергей Кочевников. Этот, Тепляков, от фамилии Кочевников. И он говорит, о Боге-то мы все сами задумываемся. Но чтобы о Боге думать день и ночь, это только Лапкина я знаю. И это в мировой печати говорят. Где не посмотришь, рассуждают, обо мне я знать даже не знал. Что вы трогаете? Зачем меня трогаете? Я сказал, путь показал к Богу. Смотрите. И сейчас дальше они рассуждают. Брат, по-человечески я во многом не согласен с Игнатием Тихоновичем. Но если встает передо мной выбор, когда моя христианская совесть взывает к ответу, я поступаю не так, как я считаю верным. А часто с глядкой на совет Игнатия Тихоновича. И должен сказать, что только в таких случаях мой поступок в конечном счете оказывается верным. И мне говорят, встречают не где-то важные такие люди, там, генералитет буквально, первые лица государства. А версия-то ваша оказалась права. А как вы знали, что Советский Союз разрушится? Речь шла о глобальных. А как вы знали, что Александр Солженицын вернется, когда ничего этого не было? Речь идет не о пустяках. Я непрерывно об этом говорил и писал. Сейчас я говорю, Вавилон, который сгорит, это Москва. Москва, Третий Рим. Заранее подумайте, помолитесь об этом городе. Ну нет тебе просвещения, во тьме находишься, во тьме на ощупь идет человек. Я показываю это, говорю сегодня, сейчас. В чем мы не правы, главное мы. И поэтому, главное, ненависть священников. Если я был за пределами церкви, тут проще всего-то. Еретик, да и все. Но не тут глаза эти еретик. Скорпулезно пытаюсь усвоить и перенять метод Игнатия Тихоновича. За эти три года я неоднократно опробировал в беседах с разными людьми. С сектантами, с православными, с близкими и так далее. И ни разу, брат, ни разу этот метод не давал сбоя. Игнатий Тихонович неоднократно говорил и говорит, я практик. Вот к этому, я считаю, нужно прислушаться в первую очередь. Каноино это все же теоретический духовный закон. Но зачастую сама жизнь не спровергает тот или иной закон. Зачем в своем упорстве держаться его, отвергающий видный жизненный факт? Я и не идеализирую Игнатия Тихоновича. У него есть частные заблуждения. Но он прав в целом. В общем, однако, нужно сказать, что если указать на явные ошибочные моменты, Игнатий Тихонович их признает. Готов засвидетельствовать лично. Мне, брат, видится, что наше отвержение себя еще на такой стаде начального уровня, что с этой низенькой колокольни мы многое не видим из того, что открытый взор Игнатия Тихоновича. Больше видится на расстоянии. Вот видите, я всегда прошу. Вот сказал он Юрий. Хорошее отношение. Ну вы конкретно покажите, где. Ну как, я сказал, вещь там кота выпустите сюда. А там день он сидел на крыше. 18 градусов мороза. А там мороженое мясо. Он наелся и заболел. Я не прав был, выпустил его. Ну что за ошибка-то такая? Я не знал, что он не выдержит этого. Он наелся холодно, у него изнутри холод и тут. Да еще оставили его на ночь здесь. Ну ошибка такая, ошибка, разница все-таки. Дальше. Он по-настоящему свободен. Он идет прямо на небо. А мы, копошась в канонике и в букве сакона, в личностных пристрастиях, не видим этого. Сосредоточу свой взгляд на уровне усреднененного плинтуса добродетели. Брат, поверь, Игнатихович очень и очень хорошо понял все, что ему сказал брат Максим и вы. Общаясь с ним, я вижу какие-то тончайшие нюансы он улавливает в общении. А уже сказанное прямо, здесь и говорить нечего. Мне все чаще кажется, что даже в своих ошибках он прав. А точнее в том, что он нам таковым видится. Вот и все. То есть вам кажется, это ошибка. Кажется ошибка. Я начинаю прям беру за грудки и говорю, ну скажи, в чем ошибка. Да я просто-то, ну я не во всем, ну не во всем, ну в чем не согласен-то. Вот видите, я разговариваю, человек находится в Дании, в Финляндии там где-то. И тоже эти слова друг у друга берут. Ну покажи, мне надо исправиться, ничего не может сказать. Ну это я повторил слова, да ничего нет у меня. Вот и все. Я не призываю от ни к чему, это лишь мое частное мнение. Мне правда ролик очень понравился. Вы брат, каждый день он в моей молитве. Я благодарю Бога, что ролик состоялся и получился именно таким. Храни вас Бог. Что интересно, Сергей Козлов сам тут сказал в последнем ролике, что он, ну расположен, его видно, какой он есть-то. Так его эти недруги, его тоже объявили бесноватым. Этого беса ему посадил Лапкин. Ну какой это уровень-то? Это что? А это вот они причащаются недостойно, эти архиереи, иереи-то. А они с этим демоном, они начинают другого пугать демоном. Если вы в истине, почему вы не понимаете ее? Если вы в истине, почему боитесь человека, обыкновенный мирянин? Что вы трясетесь-то? И один говорит, я нашел такой Ютуб. Это огромный Ютуб. Ну там три года мы находимся, 4200 роликов наших. Так это мы далеко-далеко не все. Я вел как-то радиопередачи. А вы себе говорите. Я говорю, не о вас, вы не вели. Три радиопрограммы вел. Одна была, две онлайн. Прямо, без всякой записи. Часовая. По эфирному времени на первом месте в Алтайском крае стоял. Там тоже коммунисты стали возмущаться. И профессорам, депутатам меньше. Почему только лапкин по эфиру? Народ слушает. И меня спрашивают. А у вас тема еще есть? Я говорю, 123 темы готовые уже. 123. И сколько слушателей? Так от страха умирают все. Говорю об одном, а видят другое. Дальше. Владислав Марущак. Выдержки из дневников. Протеерея Александра Шмемана. Послушайте. Боюсь, что искание или очищение, какого бы то ни было смысла, уже давно-давно выпало из русско-православия. Вот это никакого смысла нет. Папам угождать только и все, свечку поставить. Александр Шмеман говорит. Говорит-то не сегодня, а 40 лет назад. Русские не только не понимают, не только не хотят понимать, но даже не догадываются вполне искренне, что можно понять, что есть смысл. Раньше эту стену скрывал быт, как некий плющ, покрывающий камни. Красиво все это. Когда распадается быт, то стена становится очевидной. Однако именно быт, убеждение в его достаточности, умиление над ним, и есть главная причина этого полного расцерковления. Расцерковление в церкви-то? В церкви практически-то ничего нет. Эта толпа приходит, шатается, к свечкам подошли. Никакого отношения к Евангелию не имеет. Вот у меня книга к истинному православию. Я показываю. 40 лет собирал материал. И делается вывод, что сегодня называется православием, не имеет обоснования на страницах священного писания. Это новая религия придуманная. Значит, основанная на предательстве, сергианстве. И поэтому они такие выродки рождаются, гонятся. Ни пост на них, ничто не действует. Все обуяна нечистой силой. Без тебе, без прелесть, гордыня. А в прелести-то сами и находятся. Они утонули в этом. Решают, кому на небо канонизировать. Этому анафему распределяют. Бога-то не знают. И сейчас мы увидим, о чем Андрей Кураев говорит. Дальше. Бытовое христианство? Какой это в сущности ужас? Какая бессмыслица? Да. Вчера утром доклад отца Владислава Борисовского на собрании Orthodox Theological Society. Сославица. Дай себе. О грехе и таинстве покаяния. Все эти рассуждения о духовном отце, в кавычках. Вся эта возня с исповедью. Все то, что очевидно, так неудержимо тянет к себе пастыри, в кавычках. О, пастыри. Пастыри это в кавычках только. Вот выступает, я просто... Все уже озвучено. На меня нападает С.Д. Я не знаю, с чем это связано. С и Д, фамилия. Или на звание его С.Д. И, наконец, это совмещается вместе. Начинали с чего? Саша Дмуха. Теперь кто? Теперь выйдем Саварбек. Жабраилыч С.Д. Подошел. И на что ссылается он? На Дудина. Священник-то. Это плоды уже растут дудинские. И он все время на него... А он не духоносный, Игнатий. А ты духоносный? Человек там мусульманин. Ну, видно, что человек страшного образа мысли нападает. Безумие делает. Сексуальный маньяк, может, какой-то. Вот выставлен ролик. В Караганде кто находится? Ну, найдите его, побеседуйте. Объясните, что делать так нельзя. О духовном отце. Мне говорят, вы росли как дичок, у вас не было духовного отца. У меня не было духовного отца. Где я обратился в первом доме? Вот он, духовный отец. Дальше я называю тех, с кем я встречался, от кого что брал. Это настоящие духовные отцы мои. Ну, и каждый день, Слово Божие, пророк Иеремия, мой любимец Михей. Может быть, я в корне ошибаюсь и несправедлив, но во всем этом не чудится что-то фальшивое, да еще с оттенком гордыни. О, это православие, а я об этом и говорю. Фальшивое, вот это кто, что сегодня нападает, они православие-то не нюхали, они его не знают. И что? У руководства, приготовления и прочее. Может быть, я предупрежден, но мне кажется, что я никогда не видал плодов этого пастырства и душепопечения. А если и видал, то какие-то нездоровые плоды. Вот это точно я и говорю. Я знаю, они умирают. Батюшка, благослови, яйцо в смятку варить или крутое. Батюшка, благослови, Бога-то нет никакого. Водительство Духом Божьим вообще не знают этого. Все. Епископ, нет епископа. Арестовали, расстреляли, все. Ну, вера кончилась, никого-никого нигде нет. И так и нападают. Они из-за чего? Потому что они в системе. Жалкие ржавые винтики. Настоящий грешник кается. Ему все равно, кому или перед кем кается. А духовного руководства ищут непременно какие-то нарциссические неврастеники. И именно они вечно разглагольствуют о том, понимает ли их или не понимает духовный отец. Подходит ли им его руководство или нет. Туман рассеивается от солнца, а не от того, что его обсуждают. Церковь и должна быть этим солнечным лучом. Я постоянно об этом говорю. Пожалуйста. Александр Шеменович, я не знаю его. Говорят, он курил даже. Это тоже православный был. Вот каждое слово, это то, что я говорю. И говорю ни день, ни два. 53 года уже говорю об этом. И когда я был за рубежом в Америке, в жандарминском мордовстыре, с митрополитом Виталием, с сегодняшним капралом Иларион, тогда он был секретарь синода, беседовали. Я им сказал, вы ничем не отличаетесь от московской патриархии. Ничто не препятствует соединиться-то. А такая надежда была. Какие-то здоровые силы в патриархию вольются. Тут будет теперь по-другому. Я говорю, ничего не будет. Они просто растворятся и все. Тут все так и получилось. Не по-вашему. Вы слепцы. Духовные. Не просто ослепшие, а у вас зрения даже и не было никогда. Давай. Богословы же наши решили продолжать изучение проблемы греха и исповедей. Среди них сидел и Д.Е. Дважды. Дважды разведенный, разрушивший дважды свою семью, ранивший двух женщин, заставивший одну из них сделать аборт. Но и он научно рассуждает о духовных проблемах. Везде Д.Е.С. Обязательно хоть где-то встретиться. Это когда он сказал? Суббота, 28 мая 1977 года. Вот и все. Я и не считал. Это я его сегодня из-за границы получил. Из-за рубежа. Тарасий. Это наш один моряк. Плавает. Кругосветное гостопутешествие. Православный. Гнатий Тихонович, нашел интернет плоховатенький. Но могу хоть сообщение написать. Начали происходить странные явления у меня в жизни. Снился сон. Наш епископ Деодор подходит ко мне и говорит, я очень хочу с вами встретиться. И дает мне во сне гроздь белого винограда. Утром наяву выловил якорь, маленький, красивый. Вручную его поднял со дна. В моей практике такое впервые. Через пару дней иду по заводу в Норвегии. Выходные. Вокруг ни души. Зима. И перед моими глазами лежит уже наяву точная копия. Гвоздь белого винограда. Гроздь белого винограда. Вот так. Через месяц падаю, ломаю позвонок. Лежу в Норвегии. Еще пять недель буду лежать. Как только начал нажимать на поклоны, так и слег. Может это из-за моей проповеди? Дело в том, что те, кто не слышит меня, я за них усиливал молитву. В результате на глазах у всего экипажа я получаю травму. Все меня спасают на вертолете, везут в больницу. Как это все правильно понимать? Великая эта мысль, может проповедь моя неугодна Богу? Понимаете, он мистически настроен, у него все это есть. Видите, он там... Я отвечаю ему. Проповедь о Христе неугодна кому, тому и кому. Чтобы все несли благую весть погибающим миру. Ты не можешь по-правильному охватить мысль. Ну, просчитай. Проповедь о Христе неугодна кому, чтобы вынести... Проповедь о Христе неугодна кому, чтобы все несли благую весть погибающему миру. А, понятно. А, вот теперь понятно. У меня один первый раз прослушал, как я насчитал Новый Завет в пленке. Он помощник мой, близкий. Я могу даже сказать. Речкунов Леонид Ильич. Приехал утром заплаканно. Я говорю, что с тобой? Так вы насчитали? Я слушал сегодня, работал и слушал. Оказывается, я его и понимал неправильно, Евангелие. От выражения зависит. Вот считает, вот ломает и не поймешь дальше. И угодно только СД. То есть сатане и дьяволу. С нам верить запрещено. Это на погибель душе. Вот если во сне видел крест, распятие, тогда можно и попросить Бога, что и к чему. То есть я вчера, был разговор этот, да. Обычное предупреждение о трудностях. А так ты просто поскользнулся. Мужайся, не лежи просто так. А будь и там добрым воином Христовым, свидетелем верным у Яговы. Мы о тебе молимся, труженик Христов. Выздоравливай и на лето к нам в лагерь стан. Тут подправишь здоровье и душу. Вот так. Он не здешний. Он в другом государстве вообще-то прописанный живет. Тарасик прочитал 1, 2, 3 тома открытым оком. Кто любит Слово Божие, то эти книги для таких людей. К вам попасть, пока вы живы, это будет просто чудо. Бога прошу об этом. Жития святых перевосмыслил полностью. Согласен с вами во всех вопросах. Благодарю вас, что вы такой есть. Таких Бог больше не даст. Вот видите как. Человека я не знал. Через интернет познакомились. Все книги купил, выписал. Все. Считает. Находится в Норвегии лежит. Ну и тех, которые нападают. Ну помолитесь о нем. Помолитесь. Но они сейчас найдут и будут говорить. Игнать и Гуру, Игнать и ЛЖ проповедники. Но это ничего вам с ним не сделать. Уже на него это все прошло. Уже нападали. Юрий Соболев, Мир Магнат Тихонович. То ли пост, то ли я поревновал более обычному. Но сегодня слушатели не узнать. Накинулись как на еретика. Он преподает в Академии Мирской в Красноярске и в университете. А это ведет занятия при церкви епархиальной, в епархии. А когда услышали, что я назвал религиозно талантливыми Будду и Мухаммада, что было бы, если бы проповедовали Евангелие, что полчаса стоял? А я об этом и говорил. Все же тысячу раз вы правы. Отсутствие Слова Божия в нашей жизни, в жизни церковной, а не за ее пределами, делает паству невежественной, озлобленной, тупой. Не он говорит это, а говорит Иоанн Экономцев. Павел Флоренский. Народ тупой у нас. И все это печатает открыто. Это тупым-то вы его сделали. Пастырь. И, увы, надо признать, ситуация-то, мало сказать, плачевная. Слез не хватит, если по мерке, серьезной мере. Это православие такое. О чем надо плакать и не нападать? Да, благодарю за ответ ваш познатоусту. Сегодня послушал. А вот эту новую публикацию отца Андрея Кураева нельзя обойти стороной. Очень метко и актуально. Ну, показывайте. Называется «Торжество православия». Зарядите у него на его ЖЖ. «Торжество православия-2016». Есть два православия. О, то есть полностью все, что я все время говорил. А мне говорят, да Андрей Кураев от вас это все взял. У него все мои книги есть, он сюда приезжал. Не думаю. Дух Святой трудится везде. «Одно православие библиотеки в мире идей и образов». Это одно православие, там книжка. Это символ веры Евангелия, истоведь Августина и проповеди митрополита Антония Сурожского. При честном сопоставлении оно всегда торжествует над конкурирующими религиозными конструкциями. Второе православие в мире людей. Тут каждый из нас торжествует в своей ежедневной победе над Евангелем. Победа над Евангелем. То есть победил Евангелие. А это Златоуст говорит. «Если бы кто-то пришел, не знающий ничего, и ознакомился с Евангелем, с нашей жизнью, то больших врагов найти нельзя». Это я на Златоусте видел. Такое православие-то. А то только один звук, вводящий других в заблуждение, как Златоуст говорит о имени христианина. «Каждый подгоняет евангельский этико-аскетический стандарт под себя. Не будет двух одежд. Не будет двух одежд. Всякому просящему дай примирись до захода солнца». Ага. Вот эти вопросы решите. «Что-то неудобное просто игнорируется. Что-то интерпретируется до противоположности. О чем-то смиренно говорится. Но это не до меня грешного. Еще об одном исторгается из груди клятва. С завтрашнего дня». Вот у меня это написано во втором томе. Открытым оком. Он берет тут 4 пункта, а у меня 24 взято. Прямо такими словами все и написано. Люди разбиваются на 24 категории. Я показываю, у меня опыт есть. И как с ними беседовать. Один говорит, что я пробовал, у меня не получится. Как с ним беседовать? Кто-то не признает Библию, Бога. Дальше. Или как только вот они начнут это делать, то я не замедлю. Одна из побед христиан над Евангелием носит имя, диагноз, кличку византизма. Вот я и говорю, что принесли-то какое на Русь пещерное христианство. Взяли лопаты, пошли горы копать. Почему они стали березу драть и писать Евангелие, распространять среди народа-то? Обращения-то в Руси-то не было никакого. А кто не будет крестить, то тот не враг, башку долой. Ну чем это лучше-то Мухаммада? Яс Владимир. Одно из проявлений христиантизма услужливый сервилизм. Готовность высокие евангельские слова обращать к обслуге сиюминутных политических капризов владык церковных и светских. А, капризов владык, вот перед ними теперь все есть. Вот мы даже разница в том, что я ни перед кем не горбатился ни одного дня. Я просто говорю как есть. Да, претерпел много, били, выворачивали. Но я знаю, что свободу совести я никому не позволил топтать во мне. Оставался, как Бог дал это по ним. Вот в чем дело-то. Капризы владыка, они перед ними. Вот Андрей Кураев сказал, он об этом и говорит. Игнать, им все равно, там, собор, не собор, не по Библии. А мне не все равно. А что скажет епископ, думаю. То есть, ну вот вымели наконец, теперь он свободный, говорит, ему это на пользу пошло. Недруг земного царя мгновенно возводится в ранг врага Христова. То есть, плохо отозвался о царе, это враг Христов. В России это проявилось в не очень красивой традиции, включая число анафемастованных богословов, еретиков, людей, которые и не помышляли о создании альтернативных богословских схем, а просто не полениц передержавной поступью полков. Пугачев, Разин, Мазепа. То есть, они, ну, тари, но они ничего религиозного-то не создавали. Нету анафемы, анафемы по сегодняшний день. Анафема, ага. Вот Куприна анафема, послушайте фильм. Анафема, зарядите, посмотрите. Первое православие легко изучать и легко в него влюбиться в стерильных условиях кафедры научного атеизма. Ну, Андрей, где влюбиться в кафедры, он атеизм заканчивал там какие-то курсы? Первое. Книги в спецхране мудры, а неприятные люди, если встречаются по жизни, так они сплошь атеисты. Все. Легко прийти к идее невидимой церкви, объединяющих всех людей доброй воли, а потом-то и сам пополняющий ряды православия. Второе. И все же есть игра между личными грехами и публичной их демонстрацией и оправданием. Византизм, которому, конечно, никак не чужд и католический запад, это уже второе. Ради блага церковного. Ну, а там для вещей пользы, ну, папе, ради пользы, там, католицей, то же самое. Тут в церковной кафедре вершатся такие решения и возглашаются такие и кафедры, которые разве только что помянутый наркотик, это надо для блага церкви, и позволяют не назвать аморальными. Да. Первое православие говорит в своем символе веры, что сам Бог все творит, нас ради человека, нашего ради спасения. Оно считает свободу величайшим даром Бога. А про Бога говорит, что Он стал слугой нашего спасения. Святой Анзлатоуст. Очередное торжество и исповедание второго православия мы услышали вчера. На сайте Патриархии этой проповеди еще нет. А Интерфакс ее цитирует так. Сегодня мы говорим об глобальной ереси человека поклонничества, новое долопоклонство истрогающего Бога человеческой жизни. Ничего подобного в глобальном масштабе никогда не было. Именно на преодоление этой ереси современности, последствия, которые могут иметь апокалиптические события, церковь должна направлять силу своей защиты, своего слова, своей мысли. Вы должны защищать православие, сказал Патриарх в воскресенье, праздник торжества православия после литургии в храме Христа Спасителя. Вы хорошо потом пересчитайте вот то, что здесь написано, что сказано было-то. А я день и ночь об этом трублю. Всюду и везде. Он напомнил, что в новое время универсальным критерием истины стал человек и его права. И началось революционное изгнание Бога из человеческой жизни, из жизни общества. И это движение сначала охватило Западную Европу, Америку, а затем и Россию. Сегодня с новой и новой силой, уже в масштабах целой планеты развивается эта идея жизни без Бога. И мы видим, как занимаются усилия во многих процветающих странах законом утвердить право любого выбора человека. В том числе и самого греховного, идущего в разрыв со Словом Божиим, с понятием святости, с понятием Бога, заявил он, призвав верующих не замыкаться в гетто, а подобно апостолам идти в мир и проповедовать. Ну не об этом я говорю. Все книги у меня до одной, 38 книг, все радиопередачи, все выступления, все ролики об этом. У меня харизмы такой нет идти. У тебя харизма есть носом дышать? Вот это то же самое. У тебя харизма есть проглатывать, пищу жевать? Это то же самое в духовном плане. Прежде всего, это послесловие гаванской встречи. Гаванской. В день, когда традиционно православие противопоставляется инославным ересям, внимание, приключили со ставших близкими католиков на атеистов. С тем, чтобы ослабить критику в адрес встречавшегося. А я, наоборот, выставил не папу, а сейчас выставляю о католичестве. Одно за другой, большие-большие материалы, которые у меня в книге к истинному православию. Почитайте. Когда-то, будучи местоблестителем и нуждаясь в поддержке консервативных избирателей, владыка Кирилл именно в этом монастыре произнес антиэкуменическую Сретенскую декларацию. Теперь в этом же месте было нужно совершить очередной маневр для прикрытия именно экуменических действий. Так, Андрей, молодец. Все это, а я об этом непрерывно говорю. Во-вторых, это политическая декларация. Она объявляет врагами церкви не просто атеистов, а либералов, в кавычках. Ну, этих, которые все носятся с правами человека. Это очередное послание земному кремлевскому царю. Все выборный год твои недруги и конкуренты, и для нас хуже горькой редьки, особенно постом. Вот, ну, сколько у него юмора. Ему никогда старообрядцем не стать, Андрей. Тут уже обезопасено. Понимаете, что? Очередное послание кремлевскому царю. Ну, еще называть его как? Князь первый Владимир, второй Владимир, третий Владимир. Причем это желание быть нужным и замеченным, кем надо, столь велико, что, как и у депутата, Федорова готова переступить границы уважения и конституции. Она ведь в своих «защищенных» пресмотров. Второй статье утверждает именно эту ересь. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Вот теперь я скажу, иногда говорят, а почему вы думаете, что вот эта знаковая фигура? А вот посмотрите. Первый правитель в стране какой? Михаил из рода Романовых. Михаил? Никто, как Бог переводится. Россия, это знаковая страна. Дальше. Второй Михаил. Царь Николай отрекается в пользу брата Михаила на один день. Дальше. Приходит третий Михаил в государственном масштабе. Михаил Сергеевич. И разрушает весь этот конгломерат. Разметал. И вот так я фотографию, он руки поднял. Говорит, не я, она сама развалилась. Это не я. Вот. В духовном плане. Первый Владимир. Князь Владимир приносит православие. Хотя для него было. Второй Владимир. Вил. Вил. Владимир Ильич Ленин. Вил. Из Ваилона. Из Москвы. Он полностью ударяет в религиозном плане. И третий Владимир. Третий пришел Владимир. Этот через этого в конце концов даже и прийти к антихристу. Вот так придет. Тот в таком плане был. Этот в этом. Это в религиозном плане. Три. Три. Почему? Ну мы не будут слушать или будут. Я не о нем говорю. Я говорю, что третий это завершающий Владимир. Я об этом говорил. Еще в начале. До перестройки. Когда дед сдали свободу. Везде говорил. Третий будет Владимир. А как вы могли знать? Два прошли. Третьего нет. Он будет. Но этого не было. И я говорил. Может быть это будет Вольфович. Вольф означает Волк. Волчий сын придет. Владимир. Я не знаю. Но показалось. Что теперь другой Владимир. Но Владимир все равно. Дальше. Конституция принята 23 года назад. Неужели Патриарх Алексий и нынешний Патриарх так долго мирились с ересью? Но раз уж борьбу с ересью человека поклонничество начали, надо ее продолжать. Смиренно доношу, что до сих пор лично святейшим Патриархом управляемой Калининградской епархии был злостный ересьярах по имени Эммануил Кант. Он утверждал, что человека никогда нельзя рассматривать как средство, но всегда как цель любого поступка. А как же высшее благо церкви? Как же моя карьера, которая тождественна благо церкви? Как же соответствующие заветы Авы Сергия Старгородского и Авы Никодима Ленинградского? Это главное-главное, которое сращение сласти привели. С такими формулами можно дойти до абсурдного требования, что непогрешимый Синод должен покаяться за ссылки роптавших архиереев. Ох, понимаешь, у меня нет ни одной буквально страницы, где я бы об этом не говорил. Вот сегодня особый день, который затрону в эту сторону. Нет-нет, полагаю, что Синод должен поддержать предложение товарища Ивана Бездомного и сослать этого Канта в Соловки его деканатрии. А в следующем году имя Канта надо обязательно включить в анафемскую часть чина торжества православия, а еще и дать соответствующие поручения богослужебной комиссии. О, Андрей, Андрей. А без политики ведь так несложно было бы просто повторить то, что уже давно говорят братья-католики. Человек велик и свят. Это самое дивное творение Божие. Служение человеку не просто самое высокое после служения Богу, но и служение Богу проявляется прежде всего в служении человеку. И мы должны помогать раскрыть его талантов, благоговей перед даром свободы. Бог вложил человека в свободу, и не нам ее отбирать. Вот это во мне они пытаются задавить ее в свободу. Просто среди угроз человеческой свободы бывает и сам человек, его слишком низкое мнение о ценности и смысле своей жизни. Ну и так далее. Умеют все охмурять козлевичей. А у нас-то по-простому. Служи смерть. Служи смерть. Покупай свечку смерть. Вот это и есть. Служи. Просто потому, что соседние драконы говорят много злее нашего уже родного. Это есть такой фильм, кажется, «Князь Серебряный», когда Иван Грозный говорит, ну, ему там, которая прислуживает Марфа, ну, я там погубил столько-то. А наш брат, папа римский, скольких на костер возвел, так у меня меньше еще. Вот и все. С чем сравнивать-то? И помни, святы лишь свободы и капризы правителей, а мечтаемые тобой свободы, это не более, чем грязные сны. Наш патриарх не глупее католик. Он прекрасно мог бы произнести или традиционную аскетическую проповедь о борьбе с плотью, или же антропологическое слово о том, что в полную меру человек раскрывает все свои творческие возможности именно тогда, когда находит то, чему он их может свободно посвятить. Но патриарх решил говорить так, как он сказал, на смеси политического и апокалиптического языков. Нет, так никогда не сказать. С намеком, не будет Путина, будет антихрист. Все есть, держай. Так говорит, удерживающий теперь это держай. Не мешает антихристу открыться. А если взять эту... Дескать, это уж никак не антихрист. Ну да. А если взять эту проповедь из политического контекста, это в апологетическом порыве попробовал сделать Сергий Худиев. И получилось, что патриарх Великим постом в день торжества православия приехал в мужской монастырь рассказать об ужасном засилии гомосексуального лобби в Америке. Я все-таки более высокое мнение об уме и тактичности нашего святейшего. В общем, получилось очередное торжество. Победившее и в самом деле нельзя отделять от того православия, каким оно сделало себя в своей истории. Все. За тысячу лет выковали вот это. То, что, как Осипов говорит, примут антихрист, это первое православное, особенно в России. Царь, скупитель и прочее. Конечно. Есть надежда, что в полном тексте речи все это звучало более брутально. Менее брутально. А, менее брутально. Менее на более. Тут даже бухов тех нет. Ты что делаешь? Не знаю. Ты кому подыгрываешь? Более никому не подыграю. Давай. И с необходимыми оговорками об уважении к личности и ее фундаментальным правам. Дальше. Александр Матлах. Игнатий Тихонович, чем духовное развитие отличается от умственного? Умственное для головы любое развитие. Можно голову сделать как земной шар, а сердце как песчинка будет. А духовное это от души, от связи с Богом. Но духовность, такого слова нигде нет. Так как Горбачев придумал. Духовности нет, не повторяйте. Или слово проблема исключите. Что, нерешенные вопросы? Зачем? Проблема, проблема, проблем. Исключите, не получится. Уже в язык врезалось это. Ну и дальше. Я считаю, что хоть и не все, но тут уже мы ознакомили. Вот. Попутно сейчас прочитаем, что прислали здесь. Это на нашем форуме. Прошу при возможности... Что это говорит? Неизвестно. Неизвестно? Многоглаголевый. А-а-а. Нет. Прошу при возможности зачиновать как объявление. Жития порой, если замечали, звучать разными голосами, интонацией, рывками. Особенно начало и конец. Хочется объяснить причину такого. Дело в том, что этого начала или конца вообще не было. Оно было собрано из нужных слов других житей. Пример. Одна только вступительная фраза 17 марта. 15 марта по новому стилю. Жития преподобного Алексея, Человека Божия, в Риме было собрано из шести частей. 17-е. Было взято и 17 февраля, так как 17 марта больше не было. Марта была взята 16 марта, а с одного из житий. Житие преподобного было взято из другого жития другого преподобного Алексея. Было найдено в самом житии Человека Божия, также было найдено в самом житии. Далее идет само житие. Оно было совсем без вступления. Также зачастую собирается кусками концовка. Где-то приклеивается лишь слово «Аминь», которое на катушке оказалось срезанным. Где-то и во веки веков «Аминь», а где-то и вовсе всю концовку по частям приходится собирать. Работа вполне понятна, но требующая времени. Посему требуется помощь в обработке аудиофайлов «Жития святых» и проповеди. В программе Sony Sound Forge Pro 11 старается сможет любой уверенный пользователь. Обрабатывает научим. Отвавшись желания, наличие времени, компьютера и интернета. Просим максимально репост для доброго дела. Желающий помогать, пишите либо под видео, либо в соцсети Игнатию Лапкину. То есть я не все здесь и понимаю, тут показано как, ну что говорят, сделайте. А кто не понимает защиты? Вмешиваться не надо. Под скриптом. При прочей и активной помощи появляется не только «Жития», но и будут восстановлены многие проповеди и видеоформат. А также другие книги, начитанные Игнатием Тихоновичем Лапкиным. У вас, помимо неоценимой помощи в деле благовестия, появится и навык работы в современной и полезной программе Sony Sound From. Если меня это не касается, я тут не дохожу, не дотумкиваю до конца, что выправлять. Дело в том, что «Жития» и прочее, все изымалось, когда меня арестовывали. А часть хранилась закопанная в земле. А пленки, катушки, их нужно два раза в год проматывать, перематывать. Ну такой аппарат мы сделали, там секунды три и она уже перемотала ее. Страшной скоростью было снимать напряжение с них. А оно лежало там 20 с лишним лет. Температура должна быть в среднем 10 градусов тепла. А там 40 градусов жары, то 40 градусов мороза. Что там с пленками было? Тем более, которые были у них, там КГБ отрезали, все это портили их. Но сейчас вернули, что суд решил вернуть. Христианин. Игнатий Тихонович, можно ли назвать объедение, обжорство, шревоугодие, изнасилованием своих же кишков? Да. Как отучиться принимать много пищи и научиться кушать столько, сколько нужно и периодически поститься? Ну это только для верующих. У верующих такой вопрос не должен возникать. А для неверующих, для него не существующих. У него треугольник, у пенсионеров что? Холодильник, телевизор, туалет. Он в этом и крутится. Да или не пенсионеры такие же. Да, изнасилование своей плоти. О, а был 21 марта 2246. Ну зачем это считать-то? Не надо это. А Игнатий Тихонович, что должно двигать человеком в его вере в Бога? Ну в первую очередь страх Божий. Только бы не погибнуть. Вот кресла в Растанате, когда она лежит, она только бы не погибнуть. Только не умереть. Меня это и подвигнуло, когда я просмотрел фильм «Отверженный» Викторой Гюго в главной роли Жан Вальжан, Жан Габен. Вот это меня тронуло. Главное не погибнуть. Спасти душу свою. Не жизнь свою, но душу. В бессмертии, в вечности где я буду? Игнатий Тихонович, можно ли желать Царства Небесному живому человеку? Ну а что ему желать? Желать ему коммунизму уже пожелали, не дожили. Через 20 лет нынешнее поколение будет жить при коммунизме. Хрущев ушел, спрашивай с него, иди на могилу крещи. Обманул, обманул бесноватый людоед. Ну ничего, конечно, надо желать ему. Игнатий Тихонович, почему наш Господь лично каждому человеку на земле не поведает о своем существовании и не наставит читать Евангелие? Каждому. Вы про каждого не рассуждаете. Мне он явился, я знаю. И Господь говорит, и явно я верю в это. Каждому. Лично мне каждому открыл. Внутренний мой мир я увидел через призмы Священного Писания. И сразу покаялся. И поэтому, а как вы знали, что вот это будет? Ко мне приезжали большие люди, там, секретари, партии. Когда случилось ГКЧП, они рухнули. Я сказал, вы не продержитесь тут. Ну больше трех мест, а они три дня были-то. Но я предположительно говорил. Теперь все в магазинах будет. К нам директор один приехал, а с ним приезжали другие. Он другим говорил, сотрудникам КГБ. И они приезжали тайно под видом друзей. А как вы знали, что будет крушение Советского Союза? Да никак я не знал. События показывали. Все временно и уходит. Вещен только Господь. Александр Моисеев, Краматорск. Игнать Тихонович, почему на православную Пасху едят куличики и покрашенные яйца? Просьба давать ответы на основании Библии. Да нет на основании Библии ничего. И давать ничего тогда. Ешь и все, или не ешь. Во Библии ничего этого нет. Но так принято обычно. И при том, что интересно. Куличи. Вот яйца, понятно, там речь идет о воскресении, зародыш. Да спекли его, умертвели. Это вы давайте сырее яйца, тогда будет объяснение. Сырее. А вареном вообще ничего нет. Оно неполезно для здоровья. Если смятку только. Ну а, да что, ну а. Куличи означает гроб Господень. Гроб. Гроб грызете-то. Гробоеды. Игнать Тихонович, может людям, которые несут деньги в церкви, секты, может спонсировать лучше детдома, домомалюток, и тогда и абортов будет меньше, и население страны будет расти, за которые так переживают. Только взяться за это будет дело единодушно. Ну, что больше рожать будут, это не будет. Пришел конец стране, бабы рожать не будут. Это неправильно. Ну, а златоустов спросили, что лучше, храмы строить, украшать, или вот этих деток накормить. Он говорит, а что на суде Божьем спросят, а то и делать. И там написано, накормили, напоели. Вот и ответ. Игнать Тихонович, как вы считаете, должны ли верующие подчиняться властям своей страны? Почему? Ну, да должны подчиняться в пределах непротиворечия священного писания. Если противоречия, никому не подчиняться. Да это и в концепции так написано. Дальше. Юрий С. Игнать Тихонович, Иезекииль в Библии описывал прилет инопланетян словами Древнего, технически неграмотного человека? Нет, конечно. И я вот видел бурный ветер шел от севера. Ну, ладно, понятно. И средина, и ноги видят животные. Над головами животных перечисляется. Это один сейчас. Ну, просто что, роботы? Роботы с антеннами над головами. И на колесах выехали с космической тарелки. Нет, конечно. Никто про это не знал. Но так было показано. Ее по-другому нельзя было показать. И так и надо понимать. Паша, Игнать Тихонович, зачем отец Александр Минь помекал о значимости экуменизма как практический подход? Ну, спрашивать-то у него надо, а не у меня. Зачем? Как я могу свои мысли влагать к нему? Я беседовал, об этом и не задавал. Экуменизм, это и все ересь. Все ересь. Вот в Воробьевске Юрий об этом говорят. Да и так понятно. Кого не возьми. Нет, вы задавали вопросом этот экуменизм. Он ответил, что это слова Христа, да будет все едины. Это правильно он сказал. Ну, едины в духе божественном, а не то, что еретиков там признавать. Анюта Овчарова, 21 год, Чернигов. Игнать Тихонович, осуждает ли церковь Child Free? Пары, которые не желают иметь детей по своим причинам. Лучше подробные ответы. Ну вот, не любят детей, не любят просыпаться ночью, кормить каждые три часа, не уносит крик и позже упасти подгузники, менять. Не хотят позора, если ребенок заплачет в общественном транспорте, например. Не хотят обрекать себя на трехлетнюю почти безвылазную жизнь. Ну, для себя хотят пожить люди. Путешествовать, развиваться как личности, прыгнуть с парашютом в конце-то концов. Зачем обрекать на страдания? Вот такая принципа, плодитесь и размножайтесь. И женщину, и ее будущих детей, которые впоследствии родятся нежеланными, потому что так должно быть. Эгоизмом может быть не только child-free, но и семьи, которые рожают детей, как конвейер, ни разу не предохранявшись, но при этом не могут им дать элементарной или любви, или нормальной жизни, а будь одеть, накормить. По-моему, лучше некоторым парам не заводить детей вообще, если они правда не хотят, ибо счастья никому из этого не будет. Мне кажется, каждый должен решать сам. Грех – это аборт, а child-free, который либо предохраняется, либо вообще стерилизуется, не такой же грех совершает, как вы считаете. А что считать? Ну, все-таки сама признала, грех, но не такой. Вымерили, где-то еще спрашивают теперь, участь страны. Мусульмане ни один не задавал за 1300 лет. У них впереди стоит образец «Подарите Аллаху пять сыновей». Вот и все. И Россия каждый год 3-5 миллионов имела прибыль. Все на нет идет. И поэтому неправитель надо поносить, что Китай заселит. А кто? Пустая земля будет, никого нигде нет. Жить для себя такого тоже нет. Написано, говорит, в муках будешь рождать это восстание против Бога, не просто нежелание детей. Но если бы так все рассуждали, то и тебя бы не было. Если бы так-то рассуждать-то. И все, и нет ничего. Бабушка рок-н-ролла была, значит, Москва. Игнатий Тихонович, почему Глеб Якунин не смог предоставить доказательства на тему агента Дроздова? Якобы это был патриарх Алексей Второй. Сумел, сумел и показал, он работал. Статья. Тут прекрасно все разъясняется, откуда рожки усплетен. Сплетен. Слава Иисусу Христу. Откуда рожки усплетен про агентов КГБ? Он работал с архивами. Специально была комиссия создана. Он там работал. Знает. У патриарха у этого сегодняша Михайлов. Ну и так дальше. Все клички известны до одного. Ветераны группы А отдают дань глубокого уважения личности скончавшегося патриарха Московска в Северуси Алексея Второго. О давних отношениях, что существовали между спецподразделением и предстоятелем церкви, рассказывает вице-президент Ассоциации ветеранов Альфы, полковник Запаса Поляков, возглавлявший его охрану во время исторического визита в Иерусалим в 2000 году. У нас Святая Земля. Ну, прочитайте, что тут было. Когда говорили, как... Да, об этом говорит Хризастон, митрополит Виленский сейчас где-то. Все до одного, сто процентов, были ставленники КГБ. Все до одного архиерея. Об этом Александр Нежин писал, председатель по религиозным культам при Совете Министров Кураедов в интервью. В журнале Огонек это было напечатано. Все официально, документы указано было. Дальше, вот, прочитайте. Что тут написано? Числи, структура, это пятый отдел был. Прочитайте, вот, какой. С кем встречались, как. Я не отсылаю вас к Невзорову, Александру Глебовичу. Это документы. Посмотрите. Прочитайте. Раз материал поставили, мы его принесем, да. Все до одного. Патриархия это пятый отдел КГБ. Другого названия нет. Поднанный лик патриархии. Отец Глеб Ихунин. Прочитайте в объятиях Семиглавого змея. Дальше, прочитайте. Горькие плоды сладкого плена. Зоя Александровна Крахмальникова. Это в интернете все материалы стоят. Видите, сколько материалов. Тут я просто промо... Ну, а вы тормозните и можете прочитать, если вам интересно. Но я не пренебрегаю, я не читал этого. Я знаю, что все они были сотрудники КГБ у всех. До единого. Не надо думать, что Осипа был профессором, и он никакой связи не имел. В семинарию нельзя было попасть, пока не завербует. А то профессор был бы. Пусть он бороду отпустит, не трогает. Галстук. Масонскую удавку скинет с себя. Дальше, смотрите. Прощание со Сталином. Все это было как. Вот так. Все на этом. Это попутно только показать. О, еще. Еще Юлий пришел. Пока мы говорили, я открою. Показать. Что тут такое? Ну, что он пишет? Читать. Какое тут? Благодарю на Тихонович. Посмотрел ролик. Мне понравилось. Это честная, мудрая позиция. Борода, кстати, у батюшки, на мою очень похожа. Только у него чернее. А, так какое? Вот я показал, что Святая Перепитуя. Фильм, мультик для детей. Вот оно где. Святая Перепитуя. Нет, нет. Благодатный огонь. Разоблачение. А, ну это другое. Ну, вот это вот. Здорово. Вот он говорит. И потом, говорю, посмотрел. Еще. Доброе утро, Игорь Тихонович. Непременно нужно, коль вы спрашиваете, провести мастер-класс по переплетному делу. Видит Бог, что с другой от этого желает. А попросить у вас было как-то неудобно. Мне бы очень пригодилось спасти Христос. Вот, понимаете, что я переплетчик, реставратор. Да в интернете почти все есть. Пока с интернетом познакомьтесь. Мне даже время неохота. Но я хотел узнать мнение, а не то, чтобы обязательно это делать. Вот. Ну, показал я, какой у нас этот... Сейчас. Еще раз вернусь назад. Вот моя страница. В моем мире. И здесь много наших видео. Видите как. Видео у нас 2832, однако. Ролика. И сколько фотографий? 18915. Ну, значит, кое-что можете взять. Кроме того, вот наш открыт видеоканал. Вот он как выглядит. И вот если здесь нажать на главное, вот здесь вот, главное, вот влево, то откроется целая строка жития святых. Я их насчитывал в 80-е годы, а теперь они выставляются. Один добрый человек этим занимается и выставляет. Ему трудно, не успевает, но все-таки Бог благословляет. Ему хватает силы. И у нас есть еще вот наш сайт. Один из самых тяжеловесных в интернете. 53 к одним голосам насчитано. Вот. Здесь ответов сколько, стихи, ну все-все-все. И вот я показывал об этом на наш форум, чтобы... Вот наш форум, как он выглядит. Православный форум. И сюда приходите, регистрируйтесь и вставляйте вопросы-ответы. Все очень просто. Ну и все на этом. На сегодняшний день благодарю Славу Иисусу Христу. Спасибо, Христос. Считал Никита Колесников, а снимал Владимир Пащенко. Слава Иисусу Христу. Слава Иисусу Христу. Слава Иисусу Христу.